Всем привет! Сами снова я, Вячеслав Исмаилов Иллижевия. Сегодня мы всей нашей командой отправились на дикое бездорожье. Вы посмотрите, что только перед нами. Буханочка у нас заряжена, с нами сегодня скряга. Опа, у вас тут романтик. Вообще красота. Ну и мы въезжаем, въезжаем в такую грязистую, мясистую местность. Посмотрите просто, какая грязь, какая дичь тут намотана. Ага, походу обозначили, что ездить сюда нельзя. Итак, заезжаем, как говорится, мы в полное бездорожье. Преодолеваем новую трассу. Стараемся, чтобы ничего не повредило нашу буханку. А поверьте мне, под нашими колесами почти все может повредить буханку. Ого, вот это колея. Вот это колея, так колея. Отлично, мы намотались. Мы намотали кучу грязи. Попробуем сдать назад. Вроде бы идет. Вроде бы идет. Пройдем подальше. Оперед не хочет. Назад идет. Оперед не в какую. Попробую еще, конечно, я врубить пониженную передачу. Может быть, что-нибудь из этого получится. Нет, судя по всему, ничего не получается. Как на первой, так и на второй. Но и на задней. Тоже ни в какую. В этой ситуации может помочь только лепетка. Я включал рычаги. Капец. Этот болван, Владимир Швак, говорит, что я не включил полный привод. Этот говорит, что мы без лебедки выйдем. А я говорю, что мы застряли. И полный привод включен. Но почему-то передний не врубит. Не знаю почему. Он включен, да, ты мачкаешь? Ага. Давай, давай, сломай еще. Вот они идут. Давай еще, у меня там просто. Владимир Швак, поворачивай руль. Туда-сюда, туда-сюда попробуй. Нет, нет, газуй и туда-сюда делай. Ё-моё, какие ужасные звуки, Владимир Швак. Владимир Швак, газуешь и туда-сюда, туда-сюда руль. Туда-сюда, в одну сторону надо вернуть. Туда-сюда надо. Нет, ты сумасшедший. Ай, что с моими кроссовками? Туда-сюда выйдет только в кукуханку. Туда-сюда выйдет только в кукуханку. Тебе, хорош, кончать двигатель клеить просто так. Нам нужно выбрать дерево подходящее. У Вадима Швак и кукуха съехало, вообще отжигает. Я ему говорю, не надо газовать, надо лебедку использовать. Он такой, ааа, нет. Я всегда говорю, что Вадим Швак сумасшедший. Тряга здесь самый умный. Ты такого никогда не говорил. Тряга сильный. Нет. Я сейчас одной лебедкой сам вытяну машину. Смотри, оператор надвигается, когда я тяну. Ха-ха-ха. Нет, это лебедка лебедится. Так, этого достаточно, если оператор подвинется, а то его сейчас порежет веревкой. Вот это сила! Оператор, скажи, передний привод ты не работаешь? А почему Вия точно говорит? Нет, Вия, конечно, дурачок. Я должен согласиться. Вадим Швак и Скряга были правы. Передний привод не работает. Скряга прав всегда. Если ты включаешь пониженную, то нужен волны, притки. Я никогда не понимал, зачем спорить, если есть кулаки. Надо закрутить. Не закрутить. Блин, я потерял биту. Блин, он еще и биту потерял. Да так как можно с тобой в походы ездить, если вечно все теряешь? Ты вечно все забываешь. Здесь Кряга делом занимается, вытягивает лебедку. Сейчас мы все сделаем грамотно. Видим лебедку, такого небольшого дерева. И с помощью нее выедем на ровную трассу. Это скоростной хайвей Транссибирская манистра. И по ней поедем в поход, сжечь костры, бороться с медведями, слушать волчий вой. Вуууууууу! Скрягауоууу! Че то не так?! Че то не докрутили, да, да. Докрутили, а возможно просто сломали. Так ничего мы не ломали, хватит, а? Мы все починили вообще-то, разобрали и починили. Возможно, мы не до конца накрутили и сейчас там сорвовую резьбу. Сейчас уже очки там разбираются. Мы тут все сделаем по-сильному, с лебедкой. Деревья тут, конечно, слабоваты, но если что, если их свалим, погрузим в буханку, и будут у нас дрова на вечер. Зажарим мы сегодня огромного кабана, которого я спрочу голыми руками. Хе-хе, скрагогейм. Больше лебедку, дурок! Это нормально? А че это за звук был? А че за звук был? Сгорело. Че горит? Че горит? Сцепление. А че за звук такой странный? Сцепление сгорело? Хе-хе-хе-хе-хе. Не, друзья, это, конечно, не очень смешно. Не очень смешно. Но очередной раз доказываешь, что скрагог ты умный. Как же ты меня достал! Опа, ты же говорил, зачем спорить, если есть кулаки! чтобы вы понимали мы находимся вообще не в черте города нифига у меня истерика дебил у нас буханка сломалась мы вообще фиг знает где я все вопросы решают сильно снежки черт короче у нас либо генератор просто сдох либо что-то с ним случилось потому что когда я добавляю оборотов он должен заряжаться он должен заряжаться чем больше оборотов тем больше заряд аккумулятора но он просто стоит это значит что мы работаем сейчас тупо на аккумуляторе соответственно если активировать эту долбаную лебедку она просто высадит и нам не хватит энергии вообще ни на что что тут медведи и волки водятся конечно это желез блин да и сегодня мы будем их есть короче у нас есть ряд проблем во первых я скорее всего порвал сцепление потом у нас не включается передний привод и в третьих когда я пытался доказать первые два пункта я высадил аккумулятор до такой степени что он не крутит стартер ну и соответственно мы и без без лебедки без всего отлично отлично я пошел куда ты пошел грибы пойдем искать грибы строка пойдешь очень больные какие-то реальным планом у тебя есть план скряга хоть кто-то здесь здраво мыслит давай я думаю мы с тобой сможем починить эту буханку так давай это же план да ну ну хорошо да смотри сейчас нам надо будет вот здесь все эти идея вырубить примерно квадрат 50 на 50 метров и выложить из срубленных бревен большой знак сос что означает спасительность и чё думаешь кто-то кто будет пролетать сверху если таковые будут здесь раз в полгода пролетают вертолеты спасательные последний пролетал два дня назад так что нам придется продержаться всего лишь 6 месяцев без двух дней скряга и не столько выживал в дикой природе пойдем в лес короче я один пошел искать грибы так попа это чё такое это чё такое чё за грибы такие а ребят я таких еще не видел а? вы знаете что за эти грибы? рыжики что ли? или подосиновники а блин реальное это непонятно чё они такие какие-то мягкие аааааааа аааааа будет осторожен оператор вместо меня мог быть огромный медведь о вот и нам ужин нашелся смотри оператор подписчики никогда не повторяйте этого в домашних условиях всегда советуйтесь с опытными грибниками а мы сегодня будем есть вот такие такую грибницу с листьями погадам в вадимом шлаком пытаются выехать на машине с я с оператором уже все понял что у нас ничего не получится и мы будем здесь ближайшие полгода выживать лесу поэтому я хочу поделиться с вами секретами выживания для выживания в первую очередь нам нужен огонь огонь как нам развести огонь для этого мы с собой взяли на всякий случай полено вот и нам нужно его поджечь а поджечь его нужно как видели наверняка как пещерные люди разжигают огонь камнями палочки друг от друга труд скряга так быстро их трет что мы сейчас их разожгем буквально за 30 секунд нужно найти подходящие две палочки что то есть небольшие проблемы но я с ними могу разобраться думаю прежде всего нам повезло и у нас есть этот power bank который мы нашли вот в этом видеоролике чемодане и с помощью этого power bank а я теоретически могу снова запустить двигатель прокрутить стартер и там уже дело техники все нашли мы подходящую палку сейчас для этого чтобы нам развести огонь нам нужно создать очень огромную силу трения и для этого видели как колеса там дымились когда я пытался выехать вот нам нужна такая же сила трения выставляем в наше топливо палку и начинаем раскручивать а похоже что получается абератор снимай вот плюсовую крему мы кидаем на плюс и плюсовую соответственно на минус потом мы включаем бустер и выставляем ну напрягу вольт 16 чтобы наверняка потом мы ставим нейтраль включаем зажигание а эти пошли дорогу домой там искать я же их обманул что за грибами пошел на самом деле я просто лебедку цыплю так этих дурачков о-о-о-о пошла жара я же говорил 30 секунд все готово нужно только аккуратнее чтобы остальной лес не загорелся всегда будьте осторожны с огнем максимально огонь это одно из самых опасных и полезных явлений на планете с ним нужно быть очень аккуратным вот чувствуешь тепло оператор я уже порядком под замерз пока мы пытались вытащить я тоже сейчас мы приготовим на костре грибы я скажу кабана завалю пожарим прямо здесь на вертеле вот так на палке будем с тобой вертеть целого кабана и лосья возможно пока эти дырочки подумали что все потеряно умные механики починили буханку и мы на ней выйдем желаю что мы застряли желаю что вы по колено в грязи смотри она у нас работает все нормально даже у нас остыло здесь конечно сложности в управлении потому что все педали замазаны грязи на сантиметров 5 мои ноги на все 10 но я думаю мы сейчас вот вы еще подкинули заранее приготовленный уголь с собой привезли еще у нас есть с собой сок в честь меня красавчик я уже ждусь не дождусь когда виа с нашим миллионером точнее бомжом вадимом шлаком оставят попытки бесполезные выехать отсюда и придут к нам греться у костра жарить мясо и болтать по душам и рассказывать трешные истории ставьте лайк если любите рассказывать страшные истории и все загадочные пишут как блин мы без генератора поедем да она даже себя не вытащит чем мы делать то будем а сколько можно то уже что-то с ней вечно блин не то на себя даже не вытянет она да без генератора ехать по сути дела невозможно сначала у нас отлигнул полный привод окей без него ехать трудно но у нас есть лебедка но лебедка не запитается без генератора аккумулятора и просто не хватит и чё ты какой план в этом видишь генератор крутится в таких ситуациях либо ремень слетает на то есть генератор просто не грустно ремень у нас вот он на месте соответственно я думаю что проблема какая-то проводкой вот это у нас получается ремень на месте все зашибись а вот это генератор я думаю я попробую его починить вот это вот генератор и надо что-то с ним разбираться делать вот жизнь какая чуть-чуть камерой они че радиации начинал ты сюда короче камеру встаю там внутри радиации я серьезно тебе радиоактивный это радиоактивный движок какой-то реактивный сушь серьезно подписчики скажите что какая-то ряд была только что 6 ладно я сейчас попробую починить так вот учились узкряги важный принцип природы костра сначала нам нужно накидать маленьких маленьких щепочек моллюсков затем чуть побольше хвороста его вот таких и потом уже чуть побольше и только когда все это разгорится заранее подготовьте прям бревна такие поленья или ну какие-то части деревьев побольше и держите их около костра мы сейчас чтобы не привлекать внимание животных драконьеров и лесников долгий костер жечь не будем быстренько погреемся покушаем и пойдем в путь но вы рядом кладите и прогреваете сушите этим бревна и когда они уже подсохнут вы кладете их сверху и разгораются и греют вас всю ночь короче судя по всему эти предатели бросили нас буханкой здесь погибать нас с тобой в один шлаг сами уперлись куда-то в лес ну вот я разобрался вот эта проблема видите этот провод оборвало и естественно он и не берет питание с генератора вот этот черный а этот я только что отцепил и не знаю куда теперь обратно прицепить но я все починю это сделал гайку генератора сорвал как мы теперь как сейчас я все починю а ты даже гайку не можешь из этой из баллона достать как я достану а где асфальта тут починили буханку мастера механики у вас было все лебедка бустер в конце концов я скряга все равно не справились ладно уж хоть погрейте костра скряга для вас развел с помощью палочки оператор снимал да мне кажется подстава какая-то была все работало в этой буханке не могло работает жигули работают буханка работает да ничего это не работает это старые ведра ну чё грибы нашли откуда грибы вон смотри растут грибы я же прикольнулся когда сказал что пошел за грибами нет смотри вот грибы реально ну давай жрать хоть что то мы тут на 2 на 3 дня на неделю можно отстряли есть еда скряга лечь грибы я уже сосиски сделал и из этого барана которого поймал ну а мы на охоту сходили какого барана тут бараны водятся кабана тут кабаны и чем мы тут как мы тут спать то будем кабаны мы спать будем в буханке ничего страшного а буханке то еще опаснее почему потому что придут браконьеры или лесники или или лесной монстр ситуация печально откуда сок откуда сок гряга красавчик еще продуманный что ли нас так не принято мы обычно ничего с тобой не берем мы въезжаем и уезжаем и как бы нормально нормально едим дома давай кушай грибы гряга ты где этому всему научился в школе спецагентов мы живали в лесу официально я вот сделал сосиски из жаб и туда подлешал чуть-чуть лосятина гряга на грибы это что за грибы поганки прям в глаза на вкус как поганки поганки без соли да поганки без соли да ну ничего оператор помрем помрем вместе да у меня есть план у меня есть план я кое-кому забрался на дерево за кадром кое-кому позвонил может быть нас достанут отсюда а может быть нет я не знаю но я позвонил самое главное я позвонил но очень вкусно скряга спас нас кабан вкусный какой к черту кабан он уже сказал кабанава не готовил он сказал лося с жабами ну ну вкусно вроде да попробуй никогда не пробовал но звучит звучит отвратительно но на вкус очень даже неплохо и ослеп вкусно так и пахнет я не обжегся я тоже обжегся неправильно сделал надо было колбаску грибочек колбас блин чертовски вкусно делай сам вадим шлак я не умею очень вкусно мне обычно это подают мне обычно это подают да в ресторан в ресторанку идут тебе колбаска грибочек колбаска вкусно вообще все за тебя Вадим шлак я считаю конечно ты же за рулем был все я был за рулем а кто машину должен был подготовить ну точно не я как не ты вы что бы договорили что ты что ты молчишь то а перед подписчиками стыдно я не помню что мы договаривались я не помню что мы договорились подержи пожалуйста так давай нет ты подержи я не помню то он подержи что ты там не помнишь козлина мы с тобой договорились но ты ее подготовишь и ты оператор че ты тоже во всем виноват постоянно ноешь да да это я вообще ничего не говорил сегодня он говорил не поеду я с вами не поеду и говорит зачем вам сюда ехать да а может это ты испортил передний привод а да специально чтобы здесь с вами остаться ты где с утра там был так долго в матуре а может ты у буханки терся там гайки открутил у переднего привода стопудово делать же мне нечего да думаю я такой лучше я здесь на ночь останусь бы сюда чем дома побуду тебе лишь бы на буханке не ездить нет нет ты сначала отнекивался это мы тебя заставили уже кто снимал то мы и так пол ролика сняли на гоупрос ну конечно так то да мы со скрягой тут все сделали да мы же я скряга самый лучший ни в чем не виноват ты давай ешь как ты кстати когда ешь скряга не смотри не смотри ты что вообще больной ты что делаешь не спит в смысле а что еще нужно делать время видел вообще нет ты нас завел в этой дебри и сейчас спать еще лег здесь да а что еще делать у тебя есть какой то я вообще молчи ложитесь все друг к другу спинами и грейтесь около костра костер почти закончился он еще будет давать тепло я понял но ты что будешь делать я буду следить чтобы моих друзей никто не обидел ночью и не съел на самом деле сейчас уже сколько часа два ночи где то наверное третий час доходит третий час уже получается будет ну костер у нас помирает потому что остальная древесина я так понимаю уже сырая камера у меня сейчас сядет я не знаю что делать да в смысле не знаю что делать ты же там позвонил кому то подмогу вызвал где они я откуда знаю я я и на дерево снова залазь да не полезу я на дерево не полезу как я позвоню то если сигнала нет на дерево был так тяжело между прочим залазить на дерево ты отвали ну-ка лезь на дерево лезь на дерево да почему я не хочу туда лезть стоп стоп да черт ну ладно будет будет в качестве наказания сидеть на сосне всю ночь да я просто позвоню да блин ну так да ставьте там комментарии до куда он долезет давай выше до верхушки да здесь лоббит наверно да мне кажется он не долезет туда алё ау что вы едете нет давайте быстрее пожалуйста просто так с телефоном говорит даже не включил его ух ух сказали уже едет вот а теперь залазь обратно и сиди там пока не приеду не это тяжело дашь знак когда будут ехать вдруг враги поедут давай лезь туда я уже слазил отстаньте от меня второй раз в третий не полезу что он долезет да я думаю да уже не алло алло о даже звонит я его не вижу даже алло он звонит кому-то там пожалуйста приезжайте скорее да какой он спускаться будет думал кто-то был нет в смысле я не полезу еще раз с вами пожалуйста пусть сидит там мы сейчас приедут за нами и он там пусть остается ха 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 не зря лазил то щас нас спасут тут блин зачем-то скряга испортил болтанку да зачем испугать да нет да это слишком много серьезно патриот заряженный я не знаю просто по максимуму за рулем знаете кто за рулем девушка она мне звонила да короче вы видите то что там дуговое освещение просто по максимуму и девушке вообще пофигу она просто берет как хочет так и едет вообще заехала выехала пофигу идея в том чтобы сейчас подъехать задом нас цепануть отсюда не тащить куда-нибудь там попробовать там прикуриться потому что мы с Вадимом Шлаком вроде бы починили генератор но аккумулятора как бы у нас все равно нет то есть для старта нам необходимо это самое boost то есть другой аккумулятор блин ну я я такого исхода вообще не ожидал ребят вот это приключение а что то вообще потихоньку с такой веревка натянулась она ее взглядит и не загонит и не загонит и не загонит и не загонит ну немножко то надо будет ну немножко то надо будет ну да 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 буканка без тормозов катится нагибкой с цепы а что туда никто не сел да а он я не знаю зачем он вышел нет 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 мой ботинок Вась стой я ботинок потерял Вась стой генератор опять он мажет буханку грязью да что же он за человек да человек ли он вообще ну смотрите генератор работает генератор работает передний привод хрустит не включается я не знаю что с ним связано возможно я опять сломал долбанный мост прям точности как вот в этом видеоролике обязательно посмотрите если не смотрели я любитель вот таких вот прям криминальных прям поломок скажи жаль что мы не остались в лесу очень да я просто спасавал ничего не пасавал я уже спать был готов меня разбудили застали насоснули вон видите те огоньки это вот нам туда ехать километров 30-40 может больше да больше по любому на самом деле ребята точнее мужчина и девушка молодцы они а мы нет у них подготовлены автомобиль на такого да ты должен был подготовить нас автомобиль я подготовил все разумал ты только не разбирать это раз протекторы а? я аккуратно у тебя протекторов уже нет да у тебя там говно на колесах уже не зацепляет да ладно вы такие умные ребята спасибо вам за за полезные комментарии а я то не понял что я не еду а? что я не еду интересно было конечно здорово а передний привод ты не хочешь попробовать врубить? хочу смотрите какой классный звук будет врубился смотри за дорогой смотрю что реально врубился? да а как понять да нет врубился врубился да вцепление выжми и включи его еще раз нет включи все вот я думаю это бесполезная фикция ничего он не работает но если спор есть работать или не работать предлагаю обратно съездить я все починил я починил это я починил ты только включил а генератор кто починил алло а кто сломал сломал обуханка сама себя она не хочет больше работать но мы ее заставляем ее срок годности уже давным-давно вышел но мы ее так просто не отпустим отлично у меня дворники размазывают грязь в общем беда у нас произошла следующее мы стоим посреди оживленной трассы на буганке у нас не вполне ничего прайка как по правилам у нас горит аварийная у нас сел аккумулятор у нас сломался генератор соответственно потому что он не заряжал аккумулятор и часть времени мы ехали чисто на аккумуляторе что собственно привело к тому что мы сломались мы не можем завестись и было принято решение смотать трос вот таким образом вокруг бампера Мия со скрягой вообще у нас убежали я один с абиратором здесь стоим и ждем какой-то помощи но они ушли за машиной за дополнительные машины у нас их много вот и собственно сейчас доцепимся за нашу лебедку и доедем буквально километр не доехали до точки нашей до точки нашей дислокации и уже прошло 2-3 часа ну вот собственно приехал наш автомобиль спасения мы уже готовы цепляться и уезжать отсюда потому что я устал время уже сколько ну 4-5-6 не смотрел время сколько время уже? пол пятого пол пятого уже утро ребят уже утро и мы вот собственно уже все на работу ездят понимаешь? все на работу уже вы сказали что он из генератора творился? я уже все рассказал все что мог рассказать я уже рассказал хватит сколько ребят это зависит от твоей реакции в один факт я тебе дам очень плохая очень плохая реакция стоит 50 тысяч рублей а скрайна где? ты же с ним убегал да он что-то какую-то мне дичь начал стирать я его пнул и убежал от него что? как это и работает? надо это аварию сделать чтоб она вылетела да иди ты кстати такая ситуация у них уже была я не знаю ролик то они выкладывали про это ну вот у них ролик то есть как она вылетела нет так не получится да заткнись ты это был один из самых тяжелейших дней связанных с буханкой причем мы через разные с ней проходили но вот сегодняшнего я не ожидал мы ее припарковали у нас рядом со студией скорее всего теперь она вообще недвижимость тут под замену генератор там нужно заряжать аккумулятор там нужно чинить передний мост наверное я не знаю что там с передним мостом может быть просто докрутить надо короче не важно в любом случае надеюсь что видеоролик вам понравился вы поставите под ним лайк подпишитесь на канал и нажмете на колокольчик чтобы не пропускать те видеоролики которые выходят каждый день специально для вас а с вами был я Вячеслав Смылов или живи я мы с вами увидимся совсем скоро пока 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 эти видеоролики кстати очень крутые советую тебе их посмотреть и 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